всем привет у нас сегодня интересный автомобиль достаточно распространенный для города москвы это bentley continental flying spur она к нам заехала с такой достаточно странной проблемой на мой взгляд неуместной для данной модели до для данного класса автомобиля но об этом мы поговорим немного позже как бы и в деталях все это дело посмотрим вот ну давайте насколько позволяет время посмотрим сам автомобиль я извиняюсь что он таком виде да он грязный просто люди заскочили буквально на час чтобы устранить проблему поэтому не было возможности как-то подготовиться да то есть и все это дело нормально осветить вот ну вот такой flying spur 30 тысяч километров пробег две тысячи пятнадцатого года автомобиль ну чем интересен flying spur в принципе данная машина она используется как персональная и интересен момент такой что если например покупать новый flying spur и тот же новый роус-ройс да так вот стоимость flying spur где-то порядка на 10 миллионов рублей будет меньше чем стоимость самого дешевого роус-ройса по потребительским качествам ну я бы не сказал что flying spur намного хуже того же там младшего самого роус-ройса да то есть это огромный автомобиль который реально опять же в отличие от роус-ройса flying spur намного лучше едет в данной ситуации мотора 12-цилиндровый ну вроде бы как бы по заявкам производителя что на этом автомобиле нет ограничителя скорости и вроде бы как что в районе 300 на ней можно разогнаться не знаю сам лично не проверял лично у самого такого автомобиля не было но вроде как вот на flying spur и эта тема в свое время была заявлена опять же может быть это просто некий маркетинговый ход да но тем не менее да в отличие от младшей модели роус-ройса от госта эта машина все таки на мой взгляд интереснее и динамичней ну и кстати по надежности я думаю что flying spur скорее всего все таки будет надежнее да то есть конечно можно говорить что да это там volkswagen это уже не бентли но я думаю что роус-ройс гост это уже тоже не роус-ройс а бмв поэтому да простят меня любители марки бмв вот поэтому ну как бы если исключительно использовать машину как бы по назначению да как новый лимузин ну кому что нравится вот если вернуться к той же марки бентли до следующий седан идет мульсан flying spur ну во всяком случае по опыту первых машин да то есть первых моделей flying spur намного надежнее чем мульсан и ну как бы тот же мульсан он сделан для и общем-то каждодневной езды но не знаю мне наверное не хотелось бы ездить на мульсане каждый день потому что ну и там реально очень-очень много всего ломается вот кстати здесь стоит детское кресло до заметили собственно основной пассажир этой машины это вот маленький ребенок на ней возят ребенка это в общем-то в данной ситуации это главный человек босс до которого возят на этой машине ежедневно вот ну помимо детского кресла здесь спокойно может размещаться взрослый человек в абсолютном комфорте и вы видите сочетание кожи до дерева и остальных элементов салона но очень очень грамотно сделано на многих видео видео про бентли я говорил что вот в бентли есть внутри в салоне особый запах это действительно так до сих пор бентли использует натуральную кожу видимо поэтому в салоне вот есть свой запах запах бентли поэтому как бы кому что нравится вот но давайте к проблеме у машины отвалилась обшивка багажника да в буквальном смысле она отвалилась я вам сейчас поближе покажу у нее просто крепление которое собственно держит обшивку на крышке багажника наверное где-то третьей в часть почему-то они просто отвалились вот увидите отклеились но надо было решить вопрос быстро соответственно мы просто их приклеили на место все собрали людям отдали автомобиль ну забегу вперед скажу что уже какое-то время он катается ну и все хорошо с этой обшивкой ничего не отваливается но для машины стоимостью свыше двадцати миллионов рублей мне кажется что это ну такая серьезная достаточно проблема вот и ее не должно быть на такого класса автомобиля но это опять же мелочи жизни хотя для кого-то может быть и не мелочи машина классная она несмотря на свои габариты очень динамичная поэтому если есть у вас как бы намерение что-то похожее купить какой-то крупный седан я бы наверно взял flying spur это лучше чем 222 mercedes конечно подороже в деньгах но собственно бренд модель тоже ну на мой взгляд будет интересней в следующий раз я обязательно поснимаю эту машину когда она приедет на то в цифрах в вам расскажу что почем я думаю многим это интересно в принципе то стоит также как на джеки на купе ничего тут нового нету ну как то так на этом пока все подписывайтесь на наш канал по возможности ставьте лайки что будет интересного появляться в нашем сервисе буду дальше вам снимать всем пока